Друзья, всем большой привет! С вами на связи снова Олег Дмитриев и хочу открыть рубрику полезности для веб-разработчика. Это не Grazia CSS. Здесь у нас будет много разных всяких полезностей, связанных с разработкой сайта на JS, где-то может даже на CSS и так далее. Может где-то на PHP тоже заденем. Пока посмотрим. Сегодня я вам хочу показать такую вот очень быструю, легкую, отложенную загрузку изображений. Смотрите, я специально здесь снизил скорость на 3G. Мы сбрасываем кэш, обновляем страницу. Вся страничка у нас вот так вот прогружается, но картинки продолжают там уже в своем собственном режиме где-то загружаться. А мы при том, что можем уже пользоваться, так сказать, сайтом. Ну не мы, главное, конечно, это заказчик и его клиенты. Вот, сегодня мы как раз именно это и сделаем. Здесь вот есть у меня проект. Я сейчас все быстренько это почищу и мы нарисуем это все заново. Так, это уберем. Так, ну вот что у нас получилось в итоге. Пустая страничка. Смотрите, здесь мы сделаем, как правило, какой-нибудь это контейнер. Внутрь поместим, например, ткп и сделаем, чтобы был просто текст. И сделаем еще таких же, ну скажем, два. И между ними еще один контейнер. Вот, и внутри у нас будет images, где у нас и будут размещаться наши картинки. Только у нас здесь будет не только src и alt, а еще data-атрибут. Кто не знаком с data-атрибутами, я кину ссылочку в описание. Почитайте. Я подготовил уже, конечно, заранее картинки. И здесь у меня есть анимация. Но анимация это просто loader, простая гифка. Здесь же можно будет вставить потом что-нибудь сделать на svg. Ну, к примеру, там уже по желанию. Давайте поставим наш loader, забьем наш alt и напишем data-атрибут. Это будет data.src, куда мы поместим как раз уже истинный, так сказать, путь до нашей картинки. Это вот слайдер 1. Вот, и таких вот у нас должно быть 3. Вот, раз, два, три. Они у нас готовы. Давайте немножко стилизуем все это. Здесь, как правило, это body, я его уже не стал никак писать. Контейнер сделаем вид на 1250, даже 1270. И давайте лучше все это сделаем flex-ами. Наш класс images мы сделаем на 32%, пускай будет. И внутри img на width 100%. И обязательно height тоже 100%. Также давайте нашему images добавим борда, чтобы мы, в принципе, видели его. Для реального проекта можно и не делать этого. Так, вот наш grey. Ну вот, что у нас, в принципе, получилось. Сейчас здесь пока загружается вот просто сама вот эта вот гифка. И все. Теперь давайте сделаем так, чтобы у нас за место вот этого пути подставлялся вот этот. Но только чтобы это происходило после того, когда он полностью, картинка, загрузится. И они вот так вот будут не типа там все сразу. А вот какая загрузилась, такая сразу же и вставилась. Здесь мы запишем функцию, к примеру, давайте просто images. Здесь же нам нужно будет написать переменную. Давайте через let. Так проще будет. А, легче. img тег. Сейчас объясню. И нам получается на нашей странице, в индексе, нужно будет найти все img, все теги img. Нужно будет найти. Это мы умеем делать через документ getElementByTagName. Вот он. И внутри у нас img. Далее мы должны все вот эти вот... Я уже написал. Далее мы все теги, которые уже найдем, должны будем пропустить их уже через цикл. Поэтому запишем у нас здесь переменную let. Она будет у нас равна нулю. Переменную i. Также у нас i будет меньше, чем вот этот наш img тег. Но только у нас будет с окончанием length. Ну, типа последний. Ну и будем i++. Вот. А внутри у нас будет условие, куда мы будем уже помещать наш img тег. Внутри у нас будет i, каждая итерация. Там 1, 2, 3, там и так далее. Мы, получается, далее находим у нее, ну вот этот вот атрибут. Мы здесь пишем getAttribute. И это у нас dataSrc. И если он есть, только если он есть, я здесь условие-то само не поставил, if. Вот. Если он есть, тогда мы уже запишем, вот это мы скопируем. Только здесь мы поменяем не getAttribute, а setAttribute. Мы здесь, получается, будем помещать то, что найдем. Будем помещать это в наш src. Поэтому здесь мы пишем source, ну, src, мы помещаем сюда img тег i. Ну, также вот каждую итерацию, где у нас будет getAttribute с атрибутом dataSrc. Это мы закроем. Так, и да, я забыл точку, ой, запятую здесь поставить. И вот таким вот очень легким и простым, ну, так сказать, функцией можно будет все это вызвать. Но это у нас должно происходить. Нам же еще и функцию надо как-то вызвать. Но она у нас будет срабатывать только после Windows Onload. И здесь мы вставим нашу функцию. Вот так вот. Вот, и получается у нас через время, когда у нас только загрузится вот эта вот самая картинка, когда она будет готова, она сразу же заменяется здесь. И вот так вот все работает. Давайте посмотрим. Сбросим кэш. Вот она тихонечко загружается, загружается, загружается. Скорость я поставил маленькую. В принципе, страница уже вся загрузилась, но картинки продолжают играться. Вот так вот тоже легко, быстро мы сделали отложенную загрузку картинок. Да, можно будет так ролик назвать. Вот, друзья, на этом у меня пока все. Если понравилось видео, обязательно поставьте лайк, смотрите Грацию стилей. Там тоже очень много всего полезного. И впереди еще будет тоже много полезных, интересных видео. На этом у меня пока все. С вами был Олег Дмитриев. Пока-пока.